Друзья, всем привет! На арендованном байке едем смотреть стройку То есть снимать ролик на YouTube канала Погнали! Для местных это теплоизоляция Вообще этот климат прощает все Вот здесь вот можно сделать из чего угодно Тайская душа потенки, поэтому не знаю Вот мы и приехали на тайскую стройку Самую обычную Это стройка жилого дома Покажу вам стройку в климате Которая абсолютно прощает все Пойдем посмотрим Здесь все на железобетонном каркасе И внутри заполняется вот такими Керамическими блоками Они тоже пустотелые Это один слой И внутренние стены делаются вот из таких Керамических блоков А внешние стены вторым слоем Практически как облицовка Выкладываются вот такими серыми блоками Эти серые блоки пустотелые внутри Имеют большие полости И для местных строителей Которые уже рассказали нам про Технологию строительства свою Сказали, что это является теплоизолятором Ну, для местных это теплоизоляция Пойдем посмотрим дальше Если бы кто-то когда-то слышал Про тонкошопную кладку То здесь, наверное, бы не слышали совсем Здесь чуть-чуть не дошло Заделали расход То есть, я не знаю, видно или нет на камеру Просвет Швы Все отлично Все прекрасно Все четко Про порядок там и прочие настройки Я уже замолчу, но По крайней мере, Оп, доставление понятное Те-ли-дак Иногда задаешься вопросом Можно ли работать зимой? На самом деле здесь такая жара, что Летом тоже Работать-то не очень хорошо Потому что средняя годовая температура 38 градусов 37 с половиной лет Поэтому вы можете себе представить, что Доходит до Еще больших температур И работать при такой жаре Достаточно тяжелом Поэтому все укутаны Абсолютно Во все Все, что можно Все места закрыты Но касок Ни у кого нет Вот здесь обычные строительные каски Какая же, как у нас Не знаю, какого цвета Она желто-белая Или желто-оранжевая Наверное, просто обычные рабочие Это не инженер Бывало белая Панама Трудный инженер Субтитры создавал DimaTorzok Почему вы используете Металлические конструкции Для крыши? Потому что Ну, потому что Это стандарт Для таких типов зданий У нас два выбора Есть дерево Есть железо Но это зависит от проекта Которым нам говорят Что именно мы должны использовать В каждом конкретном случае Я думал, что вы используете металл здесь Только из-за того, что дерево стоит дороже Да-да, так оно и есть Они говорят, что в принципе Все зависит от проекта И металл здесь используется Как я, собственно, предположил в самом начале Из-за того, что просто дерево очень дорогое Металл здесь дешевле, чем дерево, верно? Да-да, это так С чем вам больше нравится работать С деревом или с металлом? Что более комфортно в работе для вас? Ну, мне больше нравится дерево С деревом вам нравится больше работать Крыша металлическая Делается из таких вот Оцинкованных профилей Достаточно крепких Ну, делается она здесь по одной простой причине Что дерево очень дорогое И, как сказал на местный строитель Что если заложено дерево в проекте То делают дерево Если металл, то металл В данном жилом, опять же, здании Заложен металл Поэтому все на месте Отрезается торцовочной пилой И сваривается в своих проектных положениях Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень интересно, что в стропированной системе Оцинкованные части Соединяются с обычным черметом Обычной сваркой Но вот это сочетание металлов То есть оцинкованное и неоцинкованное Достаточно интересно Опять же, я говорю, что климат многое вращает Поэтому и так здесь нормально Приваривается непосредственно сразу Мурлат, если можно его здесь так назвать К арматуре Сразу же И за счет этого Происходит крепление То есть они прям сразу Металлические конструкции Приваривают к арматуре Обычный кровельный материал Ну, как наши металлочерепицы Профлист Ну, скорее профлист Изнутри приклеен пенофол То есть Пенофол Фольга Обычная светоотражающая И все То есть Он говорит, что они дополнительно еще Устраивают дополнительную теплоизоляцию В виде 2-5 сантиметров Но здесь они этого делать не стали Потому что здесь четко видно Как вот эти две балки Это как на наших стройках Всегда по ним просто ровно заходят Затаскивают листы наверх Листы металла кровельного С пенофолом приклеенным снизу Ну, и теплоизоляции здесь никакой нет То есть О чем он говорил Здесь этого не случилось Ну, вот на трубах можно спать Пожалуйста На трубах чай здесь Телефоны у всех Самое интересное, что для людей Здесь вот эта стройка настолько нормальная То есть они даже Ну, не стесняются Все хорошо Все нормально Если вы посмотрите Вот это будет Часть Да Слой штукатурки Обычная цементно-песчаная смесь Просто начинают накидывать Где-то слой Там, сантиметр Где-то Ну, здесь я не знаю Может быть, тоже сантиметр Но, в принципе, на глаз На глаз ровненько Но уровня у меня нет Поэтому проверить не могу Видно, что не так давно намазали Еще не высохла Ну, вот такая же часть Как здесь То есть, видите Здесь просто накидали Даже, чтобы не разравнивали Ну, друзья Вот так будет уровень То есть Вот такой уровень штукатурки А, ну, вот даже Мы натянули Шнурочка То есть Вот, смотрите Вот такой будет уровень штукатурки Классно? Мне тоже очень нравится Вот здесь у нас, смотрите Все уже выведено Это, скорее всего, санузел 110-я 50-я труба 20-я заходит там Смотрите, как Закрываются Трубы Просто разрезаются 4 В четырех местах Нагреваются И заворачиваются Вот это маячок Который будет Собственно говоря Задавать Вот эту плоскость Ну, и вы тоже понимаете Да? То есть Какой уровень штукатурки Здесь будет накидан То есть Здесь вот о чем говорил сейчас Парень Тайс Тайс Строитель Желтый Это у них электрика То есть Вот сюда выйдет выключатель То есть Вот такой подразильничек Металлический И все будет здесь у них Отделываться Здесь уже дизайн Уже все есть Здесь уже дизайн Да Вот видите даже Красота Уже Дизайн Уже полный Некая такая Декоративная штукатурка Пахнет свежим Цементом Ну, потому что Вот он накидан Здесь еще даже не будет Видите, он Другого цвета Ну и конечно же Куда же нам без косяков Все так же Бумажкой Заткрываются Места для того Чтобы опалубка Не протекала Чтобы бетон Оставался внутри Ну и опять же Само качество Моноритных работ Вы сами видите Оставляет желать лучше Все вот так Вот у нас здесь И происходит Здесь небольшая бумажка Заткнули Когда бетонировали Но тоже Все нормально То есть Бетон не выливается И хорошо Здесь вот Лепуха Бетон Видимо Заливался в разное время Потому что Тер даже разный Вот видите Здесь тоже Чтобы не было протечек Лайфхак От тайского Рабочего Можно закрывать Ну, у нас тоже Так на стройке делают Поэтому Часто это видим Давайте посмотрим Как делаются Перемычки Даже не знаю Как это назвать Конструкция В данном случае В принципе Я думаю Что для Такой толщины Вполне себе Вполне себе Нормально Как вы считаете Если кто-то Считает Что это плохо Пишите в комментариях Вот опять же О чем я говорил Да Вот она Перемычка Смотрите сюда Внимательно Это перемычка Я не понимаю Где она заканчивается Ну нет Спроединилась Традио Все-таки Она заканчивается Вот здесь Да И она Сюда не заходит Она заканчивается Здесь Потом Выбьют Скорее всего А может И оставит Знаю Обратите внимание На толщину стены Это наверное Здесь самое интересное Вот Ну и фактически Здесь Делан сантиметров Пять Поэтому Внутренние Стены Это пять сантиметров Из таких Керамических блоков Но на самом деле Они приобретают толщину А за счет чего Они приобретают толщину Я покажу вам В следующем Помещении Пойдем дальше Первый слой Второй слой И потом Проем тоже будет Иметь большую толщину То есть уже Можно будет установить Нормально окно А не в эти Там Пять сантиметров Точно так же На той стороне Если вы спросите Строить здесь По проекту Или нет Я думаю Что да Потому что проект У них всегда По-другому Вот проект Этого здания Все нарисовано Четкая схема Все понятно Все узлы Весь конструктив Здесь же сразу И внешний вид То есть Ну это рендер Другими словами Уже сделан Все здесь Все четко Так что Пойдем посмотрим Дальше Приточно-вытяжная Вентиляция С рекуперацией Выполняется У них Вот таким образом Я не знаю Будет ли дополнительная Действительно Вентиляция Правильная Здесь Но по большому То счету Вот Людям хватает Вот этих отверстий И они живут И во многих Домах я видел Именно Такой вариант Исполнения Вентиляции Делается Она вот Из таких блоков Блоки Те же самые Бетонные Достаточно Прочные Тяжелые И вы видите Вот такие Прорези Специальные Для воздуха Сделаны под углом Время на 45 градусов Вот такая конструкция Вот здесь уже Связаны каркасы Видимо В тени Люди здесь вяжут Здесь удобнее Ну Ну или правильно Потому что Плюс 30 Это не очень комфортно Честно Вот собственно и все Мы побывали С вами на тайской стройке Самой обычной Самой рядовой Ту которую мы видели Просто проезжая мимо Решили заехать Зайти И посмотреть Как строят На самом деле Все доброжелательные На случай Если кто-то скажет Почему вы ходите По стройке И не спросив Мы спросили Разрешение получено Нам разрешили снимать Мы здесь ходим Но сейчас люди работают И мы решили уже Вот сюда уезжать Не очень становится Безопасно Но тем не менее О чем я хотел сказать Не все так идеально То есть когда вы видите Покупные уже То что вам продают В готовом виде Не всегда это так Хорошо На самом деле Внутри Потому что вы видите Какие штукатурные Слои здесь используются Вы видите Какое качество строительства Конечно же С этим домами Здесь ничего не будет Но сам факт Вот этой цены Которую Здесь За вот эти постройки Просят Ну на мой взгляд Они достаточно Не соответствуют Конструктиву Вот Ну Местный климат Опять же я говорю Что разрешает делать все Все что нужно Единственное Это только охладить помещение Потому что Нагревать здесь Солнце и без того Поэтому На сегодня это все Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пишите в комментариях Вопросы Своё мнение Что вы думаете По этому поводу Всего хорошего Пока Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал